МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта на разрезе «Богатырь», предполагающий модернизацию производства, в частности, переход на циклично-поточную технологию добычи угля. Это позволит увеличить совокупную мощность до 50 миллионов тонн, улучшить качество конечной продукции, снизить себестоимость добычи сырья, а также сократить негативное влияние производства на окружающую среду. Планируется, что часть готовой продукции будут экспортировать в Россию. Проект призван оказать поддержку развитию электроэнергетического сектора страны. Его реализация также позволит увеличить рост объема товарооборота между Россией и Казахстаном. Договор является уже третьим по счету, в дополнение к кредитным линиям, открытым в декабре 2011 года и ноябре 2013. Тогда банк перевел на счет компаний около 75 миллионов долларов. Снижение налоговой нагрузки привлечет инвесторов в сферу добычи твердых полезных ископаемых. Как сообщили эксперты, нагрузка по бонусу коммерческого обнаружения составляла ранее около 7 миллиардов долларов в год. Налог на сверхприбыль отпугивал потенциальных инвесторов в сфере разведки и добычи твердых полезных ископаемых в большей степени из-за сложной методики исчисления. Новым кодексом предусмотрен ряд мер, улучшающих инвестиционный климат. В частности, это отмена бонуса коммерческого обнаружения налога на сверхприбыль для горнорудного сектора. Введен альтернативный налог на недропользование в целях стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородного сырья. Кутем его введения нагрузка переносится на момент получения дохода, тем самым стимулируя недропользователей увеличивать размер инвестиций. При подготовке налогового кодекса проводились серьезные расчеты. В части упраздненного налога на сверхприбыль и бонуса коммерческого обнаружения это непостоянные величины. Они зависят от тех или иных факторов. При определении коэффициента применялись условные цифры. Если говорить о нагрузке, которая приходилась на бонус коммерческого обнаружения, то это зависит от тех объемов полезных ископаемых, которые недропользователь самостоятельно утверждает. Это зависит и от качества проведения разведочных работ. Исходя из мировых цен, исчисляется бонус, сообщил заместитель руководителя специализированного управления Комитета государственных доходов Министерства финансов Шакен Садыков. Драгоценные металлы растут в цене с начала этого года. Аналитики по товарным рынкам назвали наиболее ликвидные активы. По данным специалистов, стоимость золота выросла почти на 1,64%, платины на 7,62%, в то время как серебро и медь подешевели. По подсчетам экспертов, среднегодовая стоимость золота составит 1368 долларов за унцию. Средняя стоимость платины дойдет до 1007 долларов. Наиболее эффективную отдачу в плане притока инвестиций в текущем году могут принести золото, медь, никель и цинк. Аналитики считают, что основными факторами, влияющими на стоимость активов, останутся колебания валют, а также политика регуляторов. В образовании цен важно будет состояние спроса на физический металл. Для платины влияющим фактором останется состояние промышленного спроса. По базовым металлам, по прогнозам специалистов, в текущем году продолжится растущий тренд. Количество новых малых компаний с каждым годом становится все больше. Так, к концу января число стартапов выросло на 19,6% за год и составило почти 42 тысячи. В отраслевом разрезе более трети новых малых компаний приходится на оптовую и розничную торговлю, а также на ремонт автомобилей и мотоциклов. Следом идет отрасль строительства, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство. Среди регионов страны более половины новых компаний приходится на Алматы и Астану. Замыкают тройку лидеров и Южно-Казахстан. Единственный регион, где количество стартапов за год сократилось – Карагандинская область. В январе объем прямых инвестиций в экономику страны составил 637 миллиардов тенге. Это на 82% больше, чем за первый месяц 2017 года. На внутреннем рынке привлечено вложений на 76% больше. Приток внешних денег в новые фонды увеличился в два раза. Напомним, в августе прошлого года была опубликована инвестиционная стратегия Казахстана. Первая задача документа по увеличению притока прямых иностранных вложений в 1,26 раза к 2022 году выполняется со значительным опережением. Отраслевой приоритет инвестиционной стратегии – обрабатывающая промышленность. Старт в этом году для сектора оказался весьма оптимистичным. В переработку в январе было направлено 186,4 миллиарда тенге. Это больше уровня прошлого года в 2,6 раза. Наибольший вес по-прежнему занимает горнодобывающий сектор – 47% от всего инвестиционного портфеля страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова